здравствуйте меня зовут роман вершилла и я главный редактор сайта антимодернизм.ру мы много говорили о православном модернизме и я надеюсь что за последние 10-15 лет все непредвзятые лица убедились что в православной церкви модернизм все-таки существует однако о природе модернизма о механизмах веры и неверия в модернизме судят по-разному чтобы прийти к согласию нужны ясные понятия которые позволят нам различить истинное и ложное то есть мы уже отличаем модернизм от православия это уже хорошо это уже начало понимания но нам осталось понять еще очень многое и как это может происходить мы увидим на примере одного письма комментария на нашем сайте антимодернизм.ру я дам ссылку на этот комментарий внизу под видео и аудио это письмо очень важно для нас оно содержит богатый материал для рассуждения о природе православного модернизма и не только его но и других также идеологий изложим соображение нашего комментатора по порядку выделяя для наглядности слова понятия наш комментатор начинает с того что модернисты люди не верующие это такой факт что они не веруют но умеющие скрывать свое незнание и неверие находясь при этом в церкви то есть значит мы имеем неверие незнание умеют модернисты и открывать и делать явным свое это незнание и неверие то есть они ведут модернистскую миссию пропаганду среди православных ну которая является ложью то есть они лгут лгут причем в общем безнаказанно наш комментатор приводит такие примеры в воскресной школе настоятель говорит что ему ближе католицизм по культуре обрядности но заключает он ничего не поделаешь истина в православии и он вынужден быть верным ему или например на панихиде такой священник говорит что во время военных действий на украине наш долг молиться за обе стороны то есть за украину и за россию почему потому что там тоже православные оценку этим событиям пусть дают политики и церковная иерархия мы же должны молиться о мире и об убиенных вот каков непосредственный повод для письма что мы оцениваем какого рода заявление мы оцениваем и по ним судим о природе модернизма как мы сформулируем то что говорится священник проповедует неверие и безнравственные вещи ниже мы уточним какого рода это неверие и безнравственность собственно для этого мы взялись рассуждать об этом комментарии и так это священник да он проповедует неверие и безнравственность посмотрим на это с точки зрения прихожан прихожане слушают и думают вот этот батюшка архимандрит был рукоположен в 1989 году разве он может быть не прав кто я такой чтобы сомневаться в его словах то есть прихожане приспосабливаются к сказанному значит тут мы уже используем понятие компромисс то есть они приспосабливаются значит они идут на компромисс как это происходит наш комментатор пишет во первых что-то изменилось душе прихожан простота веры ушла и на ее место пришло сомнение то есть то самое неверие которое звучит в словах священника то есть опять же сомнение это неверие и неверие это сомнение теперь ты тоже понял сориентировался по старой привычке и стал перенимать у учителя эту снисходительную улыбку кротость собеседником который может быть чересчур категоричен и консервативен то есть священник говорит такие вещи и он знает что его слушатели они в общем-то не таковы они так не думают они так не относятся к католицизму они так не относятся к войне военным действиям на украине к спецоперации на украине во вторых прихожане адаптируется к неверию потому что знают что проповедник защищен от их возмущения и бунта чем же он защищен почему они как бы на него не нападают не атакуют его наш комментатор очень интересно это анализирует священник говорит такие вещи и в то же время дает понять что он никого вовсе не убеждает и уж конечно не приглашает к дискуссии почему он догматически не утверждает того что говорит ну вроде бы как это принято а нет он знает что обычная вера и обычная мораль его не подтверждают вот эти тезисы он знает что слушающие ему не поверят осудят его и будут гнать за горькую д правду он защищен от них смирением короче говоря таким образом слушающие вынуждены сдаться на милость проповедника так и не разгадав эту тайну принимая дальше все от него без критики а что значит без критики то есть не задавая вопросов не возражая ему а вопросов как мы видим возникает очень много наш комментатор излагает далее свои соображения и так прихожане сдались на милость победителя то есть речь идет о компромиссе конечно но этот компромисс он не приносит мир в душу прихожанина прихожане растерянны так как они верят и верили настоятелю но теперь видят что он и не нуждается в их вере или не вере но почему же проповедник не нуждается в их доверии вот это как тоже интересно да получается такой интересный вопрос а почему потому что он не может их пригласить в свой мир чтобы проверить сказанное им так ли это относительно католицизма так ли это относительно военных действий на украине почему дело в том что того что он описывает просто не существует не существует католической обрядности отдельно от католицизма сегодня уже не существует такого мира где можно было бы встать над схваткой двух государств украины и россии во время войны каждому приходится занять ту или иную сторону его принудят к этому даже если он не хочет занять итак такой священник существует в каком-то своем мире куда он не может пригласить прихожан а вот мы еще выясним в каком мире он существует каком таком удивительном мире куда он не может пригласить кого бы то ни было наш комментатор пишет что с этими речами в жизнь прихожан вошло что-то новое нечеловеческое почему нечеловеческое ну потому что вся эта картина она какой-то дает такой нереальности обычно ведь мы можем понять другого человека да понять как он мыслит как он устроен внутри благодаря диалогу мы понимаем что перед нами человек а тут этого почему-то нет то есть диалога то нет да возражений нет дискуссии нет комментатор наш продолжает да думаешь ты это то что нужно принять в себя убив себе прежнего душевного просточка это видимо и есть не бесчеловечность как мы думали а нет мирность и сихия и хватаешься за объяснение это как за соломинку потому что чувствуешь что в глубине поднимается бунт против таких взаимоотношений так ведь он и к бунту священник такой был готов самого начала он другого от тебя ничего и не ждал и вот живя посреди обычных людей портя им душу и мозги такой человек в своих ночах становится все преподобнее и преподобнее пишет наш комментатор он имеет власть и недосягаем для критики и если даже человек отходит от такого учителя то его провожает примирительное неверие и смирение почему это неверие и смирение чего они такие примирительные потому что священник знает что его собственное мнение это мнение они не обязательно и не проверяем им�� потому что они мнение но так же он знает что что неприверяемы и мнения его прихожан. Вот этому он уже их научил. Вот видите, теперь у них тоже уже не вера и не знание, а всего лишь мнение. Вот какой произошел перелом. Такой священник, он их не то что перевел какую-то свою веру, внушил им какие-то мысли. Он заменил их веру и знание мнениями. Вот. И их собственными мнениями. И вот какие странные вещи мы узнаем про такого человека. В том, что он человек, мы не можем удостовериться. Хотя бы мы полностью хотели бы изо всех сил этого. Он сам не дал нам удостовериться в этом. Значит, у него какое-то необычное сознание. И мы еще выясним, какое. В этом месте наш комментатор правильно отмечает, что у него возникает ощущение замкнутого круга. Сознание модерниста и совращенных им. Не открыто к истине, а закрыто. Оно закрыто от Бога и людей и замкнуто на самое себя. Вот откуда ощущение замкнутого круга. И далее наш комментатор формулирует еще один важный тезис. Для священника вот все вот это, то, что мы описали, это способ существования. Оставаться закрытым, непонятым, но вынужденным жить с этими людьми и говорить им правду. Правду в кавычках. И так оказывается, что тут уже не просто как-то лгут, сообщают какие-то неверные сведения. Тут фальсифицируют бытие. Теперь ложь есть способ существования для кого-то. В данном случае для нашего проповедника. Действительно, наш проповедник, он побеждает врагов смирением. То есть тем, что не требует от себя и от них слишком многого. Чего же слишком многого он не требует? И даже не ожидает этого слишком многого. Он не требует от себя и от других всей правды. То есть, ну, вообще-то просто правды, потому что не бывает полуправды. Полуправда – это ложь. А прихожанин, он тоже так живет. И давно уже стал не верующим, а только правильно закрытым, обезопасившим себя профессиональным православным смирением. В этом смысле он достойный ученик такого духовника. Итак, миссия модерниста прошла успешно в этой воскресной школе. Даже если прихожане этого не поняли. И вот теперь мы перейдем к выводам. Наш комментатор к ним нас подвел. Он задает цепь основательных вопросов. Внешне все обстоит благопристойно. Все, весь порядок не нарушен. Все ведут себя так, как обычно принято вести православным людям. Но не зазеркали ли все это? Не сатанинская ли пародия? Правильно. Возникает такое ощущение, что ты спишь. Возникает какое-то ощущение нереальности происходящего. И дальше наш комментатор спрашивает, может ли христианин размышлять об этом? О таких, в общем, можно сказать, сложных вещах. Или же это есть бунтарский революционный дух, с которым человеку нигде не будет покоя. Спорить и переубеждать, то есть пунтовать против священника ты не можешь. Это будет неправославно. А сказать твердо все как есть, это значит стать врагом. Повести себя как-то прям антиправославно, антицерковно. Этот вопрос у нашего комментатора возникает от того, что в церкви у нас не принято возражать против лжи, если она защищена по каким-то правилам. Любое возражение, критика, она считается немирным таким ума настроением, бунтом против иерархии. Комментатор наш спрашивает, в чем же сила этих слов, помимо власти, которую подает священство? Сила, которая заставляет больше не думать об этом. Действительно, над этим стоит задуматься. Совершенно верно. Идеология, она всегда основана на том, чтобы не думать о тех или иных действительных вещах. То есть они существуют, но тебе говорят, об этом не думай, я об этом, а вот об этом. А и разные идеологии предлагают не думать о разных вещах. И модернизм, поскольку он связан как-то с религией, хотя это и неверие, но он связан с религией. И, конечно, он говорит, что не надо думать вот об истине. А об истинной вере не надо думать. Но, однако, вот надо признать это, да, что любая идеология, она еще чем интересна, что, чтобы приказать не думать, надо иметь силу какого-то особого рода. И вот об этом наш комментатор задумался. Автор письма к нам на сайт сам отвечает на этот вопрос так. Это сила есть вера в то, что они, но модернисты, обладают сокровенным знанием. Знанием о том, как вещи в этом мире обстоят на самом деле и как в действительности устроен этот мир, а не так, как мы, православные, верим и надеемся. И это будет для них правдой, якобы очень горькой, в том смысле, что правды никакой здесь нет. Так вот, значит, какая-то сила, да, удивительная. Она отменяет правду не только вообще, но и в душе слушателей тоже. И проповедник и слушатели остаются с одними лишь мнениями. Мы вот об этом уже говорили. И если ты с этим согласился, то, заключает наш комментатор, я сам недостаточно люблю истину. Значит, мое благоразумие – это страх, которым я овладел. И он уже владеет мной и заменил собой христианство. Вот такое было письмо. И мы видим, что оно очень богато содержанием, богато мыслями, богато вот такими правильными вопросами, которые не принято задавать у нас. И предлагает довольно тонкий анализ. Причем вот мы видим, да, что с двух сторон. То есть, во-первых, мы имеем священника, который отрицает реальность моральную, реальность войны справедливой, и мы видим анализ этой всей ситуации со стороны Мирянина, который вынужден внутренне согласиться со священником, хотя знает, что на самом деле священник говорит неправду. Ну, какие-то неправильные вещи. Всегда, когда мы так вот анализируем, такие, можно сказать, тонкие мысли, какие-то чувства, веру, волю, то всегда есть опасность скатиться к изучению душевных движений, того и другого. Священника, Мирянина. То есть, собственно, к психологии. А психология, она нам не дает того, что нам нужно. Она сообщает нам, в общем-то, может быть, даже иногда и верные вещи, и верные наблюдения, но они нам не открывают природу вещей. Это несущественное знание о человеке. Вот что такое психология. Нет, это все на самом деле, вот это все, что описано в этом письме, это происходит в реальном мире. Мы говорим о людях, которые существуют перед лицем Божиим, но думают только о своих мнениях и чувствах, и о том, как они выглядят в чужих глазах. То есть, все. Память о Боге, она исключена. Память о Боге, если бы она вдруг появилась в этой ситуации, то она сразу бы разрушила такой приход и такую церковь. Благодаря нашему комментатору мы подошли к самому основанию проблемы. То есть, мы как бы встали на твердую почву. Мы выяснили, или выясняем, что же такое вот этот модернизм в церкви, что он несет с собой, где он опирается на действительность, где он ее отрицает, где он ее все фальсифицирует. И это произошло у нас, вот мы смогли это сделать, потому что мы усвоили понятие, какие же понятия. Вот я просто сейчас их бегло перечислю. Понятия, которые мы использовали при разборе этого письма. Первое понятие – это, конечно, неверие. Темой всего рассуждения является, конечно, именно оно – неверие. Как в церкви существуют неверующие? Каков их способ существования? Далее. Понятие незнания. Неверие представляется нам своего рода незнанием. И это видно, потому что это ложь. То есть все крутится вокруг лжи. То есть незнание правды. Ложь – это незнание правды. Дальше мы выяснили, что такое ложь. Так? И мы видим, что священник, он просто прямо лжет про спецоперацию, католицизм. И такие примеры может продолжать. Взять из других источников, а не только из комментариев на нашем сайте. Далее мы видим уход от преследования. То есть такой человек, который не верует, не знает, лжет. Он защищен. То есть в церкви он защищен. Для него это проходит безнаказанно, потому что он знает, как надо делать, как надо лгать. Какое неверие поощряется, какое незнание считается простительным и даже похвальным. Он все это знает. И дальше мы отмечаем вот такие вещи, как скромность. Скромность требований нашего героя. Дальше мы видим закрытость. То есть закрыт. То есть священник закрыт, прихожане тоже закрыты. Они замкнуты. Почему? Ну потому что они должны быть открыты истине. А мы видим, что до этого как-то тут далеко. И дальше мы видим, что эта закрытость, она придает всей этой картине социальный такой оттенок. То есть это уже не просто ложь. Не вере, не знание. Это социальная ложь. Природа вот этой власти, силы, она социальная. Она зиждется на общем согласии, на общих духовных болезнях, на неграмотности, глупости, бесстыдстве, на готовности к компромиссу. То есть социальная ложь, она утверждается, потому что все готовы примириться с ложью. Вот так. В какой-то мере. Вот я говорю, что это сложный механизм. Он не такой простой, что все решились лгать, не говорить правду. Не-не-не, так все гораздо сложнее. Дальше. Мы выяснили, что эта ложь, она приказывает не думать о некоторых вопросах. Из этой всей картины исключена память о Боге, предстояние пред Богом. Не думать, это очень важно. Вот это повеление не думать, сила заставить не думать, убедить не думать людей, она очень существенная. Почему? Потому что, если бы они думали, то они бы пошли и проверили, что такое католическая обрядность, что такое война, что такое спецоперация на Украине, что такое Украина, что такое Россия. Они бы пошли, проверили, убедились, что это не так. Все не так обстоит. Поэтому не думать, это очень важно. То есть это вся вот такое одно из... Это ядро всей этой... Как бы такой главный рычаг, основной рычаг всей вот этой системы. Дальше. Мы ввели понятие бунт. То есть христиан считают бунтовщиками, сектантами, раскольниками. Потому что требовать веры, памяти о Боге, предстояние пред Богом неприлично. И это опасно для единства церкви. То есть для ее самого существования. Когда мы все это вместе сложили, то возникает какая-то такая нереальная атмосфера. То есть атмосфера сна, может быть, зазеркалья. И в этой атмосфере нет места правды. Есть место за то мнением. То есть мнение, пожалуйста, да, это вот ваше мнение по поводу спецоперации. А у меня, знаете, вот такое мнение. Мнения могут быть разными. Наша церковь должна объединять людей разных политических убеждений. Но, как вот мы выяснили, мы вот как бы копнули это сознание, которое так может мыслить. И мы выяснили, что это какое-то особое сознание. Согласиться с этим, вот всей картиной этой, с мнениями, там, ложью, незнанием, неверием, социальной ложью, согласиться и не думать, может только особое патологическое сознание. И, конечно, оно есть у модернистов и тех, кто им доверяет. И вот это сознание, оно чем особое, чем оно отличается? Оно способно ужиться с ложью. То есть разумное сознание, оно не может ужиться. Оно никак не может. Оно не допускает этого в себя. И оно уживается с ложью, это особое сознание, и фальсифицирует вокруг себя все новые и новые области бытия. То есть происходит, например, я не знаю, действительно, что-то новое, там, коронавирус, мы это фальсифицируем. Значит, делаем это каким-то не духовной проблемой, а практически санитарной, социальной. Вопрос о войне встает, мы и его тоже фальсифицируем. То есть все, что не появится, то есть это всегда такой человек, он всегда просто, ну, ему нужно время для того, чтобы фальсифицировать какую-то еще новую область жизни. И вот все эти понятия, которые мы изложили, они подводят нас к такому важному понятию, новому, можно сказать, для нас, как плохая вера. И мы надеемся, что это понятие, которому мы подвели, послужит для выяснения, в чем состоит вера модернистов. Почему недостаточно сказать, что модернизм – это ересь, почему нельзя сказать, что модернизм – это либерализм в православии, там, и так далее. Почему недостаточно даже сказать, что модернизм – это неверие. Даже это не совсем так. Это мы выяснили. Это вера, но плохая. Какая-то особая. И вот это понятие «плохая вера» я обнаружил благодаря такому философу, американо-австрийскому, Эриху Фогелину. Он говорил о нем в своих лекциях 1967 года в университете Эмори. Это понятие и этот анализ он, как ни странно, заимствовал у такого второстепенного автора, такого псевдофилософа, как Жан-Поль Сартер. Действительно, в своем сочинении «Бытие ничто», но это такое одно из центральных сочинений Сартера. Сартер называет это явление «Мове фоа». И Фогелин говорит на английском о «bad faith», а в русском переводе «колядка» это звучит как «вера самообмана». То есть, в русском переводе этой книги «Бытие ничто» эта глава называется «Вера самообмана». Я же предпочитаю переводить это как «плохая вера», то есть с оттенком «бедная вера». И подробнее о философском анализе вот мы прям возьмем этого Жанна Поль Сартера и почитаем эту главу с такими комментариями, как-то разобьем на отдельные рубрики и мы об этом поговорим в следующий раз. Благодарю вас за внимание. Это был Роман Вершилла, главный редактор сайта antimodernism.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова